Привет, девчонки! Снова с вами я, экспериментатор Аня Мажник. Что я вам могу сказать? Я просто в полном отчаянии. Почему я в капюшоне, почему я его не снимаю, потому что мне не очень комфортно. Потому что я захотела делать себе что-то новенькое, понимаете, из своего старого цвета вывести в свой натуральный. И вот что у меня получилось. Зеленый оттенок, просто ужас какой-то. Мне сегодня вечером на съемку, я не знаю, на светлый цвет я нанесла вот русый. Хотела приблизиться к своему натуральному. Вот что у меня из этого получилось. Но так как мне сегодня вечером на съемку, у меня есть 4 часа для того, чтобы это все убрать. Каким образом? Ну, в интернете я сразу нашла способы, которые, я надеюсь, на то, что мне помогут. Но для начала я разделю волосы на 4 хвостика для того, чтобы у меня, так как у меня 4 варианта способа, чтобы их тестировать. Я вот разделила 4 хвостика, 4 зоны, там, где я буду тестировать способы. Я надеюсь, что хоть один способ, но удалит вот этот вот зеленый оттенок на моей голове. Что могу сказать? Наверное, логичнее было бы вот покрасить голову новой краской, и все было бы здорово. Но я просто боюсь, что мои волосы вот после этого, они просто не переживут. 4 способа, которые я нашла. Первый на основе вина. Второй это будет свекольный сок. Третий это будет кетчуп. Ну, а четвертый это будет перекись водорода. Не знаю, давайте пробовать. Первый это будет вино. Я очень люблю вино. Наверное, мне перед тем, как я это сейчас буду все делать, нужно немного пригубить, но я не буду этого делать. Так, как пишет в интернете, я нашла вот способы. Нужно 5 столовых ложек белого сухого вина. Я перед тем, как делать вот эксперименты, я выпарила себе 100 грамм вина белого для того, чтобы начать проводить эксперименты. Вино я смешала с 1 столовой ложкой растительного масла. Теперь будем наносить это все. Я вот так вот наброшу на себя полотенечко, чтобы не испачкаться. Для этого мы снимаем, развязываем наш хвостик прекрасного зеленого цвета. И наносим наш первый способ. Я буду наносить от корня и по всей длине. Знаете, у меня такое ощущение, как будто вот очень долго я пила, и все это впитали мои волосы. Ну все, наконец-то я нанесла на свою прядь вот эту маску, я надеюсь, прекрасную. Берем фольгу и вот таким вот способом заворачиваем. Ну вот, я завернула фольгой нашу прядь, беру зажимчик и оставляем в таком виде на 2 часа, для того, чтобы был эффект виден. Ну приступим ко второму способу. Свекольный сок. Это мой любимый, конечно, фреш, но такой цвет. Берем салфетку, вытираем нашу кисточку. И начинаем наносить. Так, ага, нет. Я вот забыла. Перед тем, как наносить свекольный сок, мы должны на кожу головы, для того, чтобы она у нас не покрасилась, эх, нанести-то вазелинчику, ребята. Представляете? Берем свекольный сок. И начинаем красить. О боже мой! Слушайте, ну я надеюсь, что это поможет, но по-моему мои волосы превращаются в красный цвет. Я не могу представить, что получится за цвет. Ой, ну, извините, отступать нам некуда. Так, нанесли мы свекольную масочку. И таким же образом мы сейчас заворачиваем фольгу и оставляем на 2 часа. И закалываем заколочкой. Ну вот, первый-второй у нас способ готовы. Мы теперь ждем 2 часа, после которого будем наносить наши маски, которые потребуют намного меньше времени, по 15 минут. Приступаем к нашим следующим способам. Ребята, сейчас это, наверное, будет взрыв. Вообще взрыв. Вы такого еще не видели, да я сама не видела. Вообще, кетчуп я люблю в готовке. Я люблю делать сатэ, рагу, борщ. Я могла всего ожидать. Я не настолько даже была удивлена маске из кошачьего туалета, понимаете? Ну, чтобы кетчуп на волосы. Блин, ну если он поможет мне избавиться от зеленого оттенка, это будет мой лучший ингредиент. Во всех планах. Ну, давайте пробовать. Давайте наносить. Кетчуп на волосы. Класс. Я буду вкусной. Ха-ха. Так, промазываем мы очень хорошо кетчупом. Вот так вот массажными движениями, как красочку, мы это все разотрем, чтобы не было у нас пробелов. Оторвем кусочек фольги. И сделаем то же самое, что мы делали в первых способах. Кетчуп у нас готов, точнее маска из кетчупа. Оставляем это на 15 минут и приступаем к четвертому способу. Берем вот такой вот распылитель. Берем перекись водорода. Здесь мне напомнило физику или химию. Так, вылили мы перекись водорода. Что я могу сказать? У меня какая-то уже истерика начинается, только потому, что я реально переживаю. В интернете пишут, что этот способ, он действует, что перекись водорода убирает этот зеленый оттенок, и что все хорошо, но я реально переживаю, потому что я боюсь необратимого эффекта. Я просто не хочу остаться без волос. Мне хватило зеленого оттенка вот так вот. Поэтому рисковать? Нет, я не буду рисковать. Я, наверное, проконсультируюсь для начала у специалиста, который мне подскажет, как правильно это делать все. Так, позвоним-ка мы Лене Мельник. Анечка, привет, как дела? Я здесь звоню тебе проконсультироваться по поводу одного очень деликатного вопроса. Что у тебя в руках? О боже, а что у тебя с волосами? Ну, в руках у меня вообще распылитель для цветов, но в распылителе у меня вот что. Перекись водорода. О боже! Лена, я просто, понимаешь, я решила немного измениться, вот прийти к своему натуральному цвету волос, но у меня не вышло. У меня теперь зеленый оттенок. Вот такой вот. Аня, ну ты не угомонная. Ленчик, короче, звоню тебе узнать. Вот у меня есть перекись водорода. У меня уже, не переживай, и свекольный сок, и вино, и кетчуп на голове, но остался еще перекись водорода. И я вот звоню проконсультироваться. Можно ли наносить на волосы перекись водорода для того, чтобы убрать этот зеленый оттенок? Пожалуйста, убери передничную, я ее вообще не видела. Ты понимаешь, что ты себе перерисушишь волосы, и до завтра на утро они у тебя просто пообламываются. У меня есть способ, который, в принципе, помогает в домашних условиях, но ты хотя бы себе волосы не испортишь. Прости, а что нужно для этого? Так, нам нужен лимон, таблетки аспирина, теплая водичка и столовую ложку неси. Окей. Есть! Теплая вода. Лимон и две таблетки аспирина. Так, выдавливай сок лимона и смешивай с водичкой один к двум. Ну, в принципе, на твои волосы будет достаточно 3 столовые ложки сока лимона и 6 столовых ложек теплой водички. Перемешивай и растворяй вот прям там 2-2 таблетки аспирина. Прикольно, оно так шипит, слушает. Аспирин, он обезжиривает волосяную фольку, и наши щеки, они раскрываются. А лимон, это природный кислитель, он вымывает этот прекрасный цвет зеленый, который в твоих волосах. Скажи мне, пожалуйста, это все нужно нанести на волосы и сколько по времени подождать? И это средство нужно подержать минут 10. И самое важное, что смывать нужно контрастной водой. То есть сначала ты смываешь горячей водой, потому что горячая вода, она раскрывает чешуйки, и пигмент лучше будет вымываться с нашим средством. И потом промываем прохладной водой, потому что она будет наоборот спаривать, закрывать наши чешуйки, но, к сожалению, ты волосы свои пересушила, тут уже с вами никак не поспоришь. И поэтому холодной водой нужно промыть обязательно. И все, я тебе уверяю, что зеленый оттенок уйдет, ты не волнуйся, но я тебя прошу, хватит экспериментировать. Я вот даже не сомневалась, что ты мне сейчас дашь что-то такое простое, крутое, и в то же время, которое поможет мне справиться с этой проблемой. Спасибо, пока. Все, я тебя люблю, беги, делай процедуру, все поможет. Пока. Так, ну что вам сказать. Есть у нас вот такая вот крутая пышная пена. Ну, как говорит Лена, 10 минут, это не 2 часа. И даже там на 5 минут меньше нашего третьего способа. Будем намазывать. Что я могу сказать? Ну, конечно, я надеюсь на то, что все способы сработают. Но по моей практике, конечно, ну, срабатывает хотя бы, ну, один точно. Поэтому я надеюсь, что способы мне какие-нибудь помогут. И я сегодня буду на съемке с красивым своим цветом, без зеленого оттенка. Ну, посмотрим. И ждем 10 минут. Ну, вот и прошло все время. 2 часа 15 минут и 10 минут. Пойду смываться. Вы держите за меня кулаки. Я надеюсь, все будет круто. Ну, вот, собственно, прошло время. Я помыла голову, высушила. Что я могу сказать? Первый способ, который я делала, это было вино сухое, выпаренное и растительное масло. Все, что я увидела, это эффект грязных волос. Жирных, немытых волос от того, что там было масло. Зеленый эффект в этом способе, как видите, он не ушел. Второй способ, который я тестировала, это был свекольный сок. Теперь, та-да-да-дам! Я радуга! Радуйтесь! Кто хочет себе прекрасную прическу на Хэллоуин, либо на какой-нибудь праздник в детском саду, чтобы порадовать детей, пожалуйста, намажьте голову свекольным соком. Зеленый ушел, а розовый пришел. Нам это тоже не подходит. Я вообще хотела избавиться от любых оттенков разных цветов радуги. Третий способ, который был, это кетчуп. Я на него возлагала очень большие надежды. Но, как вы видите, и все мы видим, к сожалению, ничего не произошло. Единственное, что осталось, очень вкусный запах кетчупа на голове. Не наносите кетчуп на свои прекрасные волосы. Никакого эффекта не получите. Ну, а последний был способ перекись водорода, который я, к счастью, не рискнула использовать на своих волосах. И обратилась за советом к Лене Мельник. И вы знаете, класс, я довольна. Вот я даже не сомневалась. Волос. Вот давайте я вот наглядно вам покажу. Нет никакого зеленого оттенка. Ушел вот этот вот весь некрасивый, какой-то размытый цвет. И, пожалуйста, реально убрал. Две таблетки аспирина, теплая вода и сок лимона. С вами была я, Аня Машник. До скорых экспериментов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!